Это второе видео Сразу нужно четко понимать, что сульфатация процесс естественный при разряде аккумуляторной батареи и без каких-либо проблем сульфатация устраняется при нормальном заряде аккумуляторной батареи, а сам термин сульфатация применяет тогда, когда сульфат не удается растворить при нормальном режиме зарядки, А глубокая сульфатация это когда из-за покрытия сульфатом пластин аккумуляторной батареи батарея теряет практически всю свою емкость. Вот такую сульфатацию и будем сегодня устранять. Методов как это сделать много и они все разные, но сегодня я буду проводить десульфатацию в дистиллированной воде. Это наиболее эффективный и безопасный для здоровья аккумуляторной батареи метод. Напомню, что в первой части в первом видео я промывал аккумуляторную батарею от шлама и устранял сильный саморазряд аккумуляторной батареи. Как правило две эти беды приходят одновременно. При глубокой сульфатации происходит частичное выкрышивание активной массой из пластин. Активная масса в виде шлама садится на пластины, закорачивает их и мы имеем высокий саморазряд. Таким образом нету смысл устранять одну проблему, без другой. Если устранить сульфатацию без устранения саморазряда, то аккумуляторной батареи будет иметь емкость, но быстро очень разряжаться и очень скоро опять засульфатируется. Если устранить только саморазряд, то аккумуляторная батарея станет держать заряд хорошо, но не будет иметь емкости поэтому устранять нужно сразу две проблемы и Итак, в первой части я остановился на том, что промыв аккумуляторную батарею я залил дистиллированную воду. Теперь этот аккумуляторную батарею с дистиллированной водой ставим на заряд током равным 20-30% от номинала Я обычно ставлю 1 А, чуть меньше чем можно ставить, перестраховываясь. И оставляем заряжать. Заряжаться он будет около 3-4 суток, ждать конечно долго. Но плюсы этого метода в том, что в это время за аккумуляторной батареей не нужно особо присматривать. Перегреть при таком малом токе аккумуляторную батарею вряд ли у вас получится. Да и в общем-то закипеть она тоже вряд ли закипит. Ток очень маленький. Собственно потому он и маленький, чтобы она не кипела. Периодически меряем плотность в банках, она будет расти. То есть сульфат в воде будет растворяться, переходить в жидкую кислоту. А дистиллированная вода будет становиться соответственно электролитом. Что говорит о том, что процесс уже пошел. И мы собственно на правильном пути. Сначала первое время плотность будет расти довольно шустро. Потому что будет растворяться сульфат, который покрывает пластины сверху. И растворяться он будет очень легко. Когда поверхностный сульфат растворится, рост плотности замедлится. Значительно замедлится. Потому что вода не имеет доступа в поры пластин вглубь пор, которые забиты кристаллами сульфата. Плотность будет расти медленно. Но она все же будет расти. Какое при этом напряжение на клеммах аккумуляторной батареи особо не важно. Я батарею не заряжаю, цели у меня другие. И напряжение зависит от плотности аккумуляторной батареи напрямую. Кто смотрел видео про ЭДС аккумуляторной батареи, где красивая тетка была, тот уже все знает. И как вычислить плотность математическим способом тоже знает. Потому что он подписан на этот канал и сделал очень правильно. Итак, следующие 2-3 суток пройдут без особых интересных явлений. Заряд будет идти, плотность будет расти. Через где-то 3 суток плотность достигнет 1,1 грамм на сантиметр кубичный. 1,1. Вот тут начинается поучительная история. Сульфат такая хитрая штука, которая при такой плотности растворяться практически отказывается, а при плотности 1,14 практически этот процесс останавливается и плотность расти перестает. Если оставить на заряд дальше, то плотность расти будет но очень и очень медленно. Поэтому если вы получили такую плотность на вторые сутки, то ввиду бессмысленности дальнейшего процесса сливаете уже теперь слабый электролит плотностью 1,1 и снова заливаете дистиллированную воду. Значит много очень сульфата было. Скорее всего доливали электролит в аккумуляторной батарее. Если эта плотность стала на четвертые сутки, то скорее всего все идет правильно. Можно не сливать и дать заряжаться еще сутки. Можно и слить конечно никто не мешает. Ну а поскольку вы теперь знаете, что при плотности 1,1 сульфат не растворяется, то можете потихоньку собирать свои хитрые и дорогие зарядные устройства с различными супер десульфатирующими режимами в одну большую коробочку и тихонечко нести их на мусорник. Потому что рекламы в них очень много, а толку в них очень мало. Химию не обманешь и успеха вы ими не добьетесь. Хорошего какого нибудь относительного результата тоже не будет. Кое какой результат будет, но хорошего не будет. Хотя может где то и есть гипер зарядные устройства способные делать чудеса, но я сколько не пробовал толку очень мало. Хотя возможно если поставить напротив портрет Менделеева, то может и поможет. У кого получится с портретом пишите в комментариях. Уяснили, что при плотности 1,1 практически все зарядные устройства бессмысленны, потому что сульфат при такой плотности практически не растворяется и все ваши методы коту под хвост. И потом будут рассказывать, что вот не получается десульфатировать аккумуляторы. Это невозможно. Возможно. И так при достижении плотности 1,14 грамма на сантиметр кубичный, можно начинать посматривать на аккумуляторную батарею. И когда начнется усиленное газовыделение в банках, заряд прекращаем. И переходим к следующему шагу. Это можно делать, можно не делать. Как правило резкого прироста емкости этот шаг уже не дает. Но для успокоения совести сделать все таки можно. Что делаем. Начинаем разряжать аккумуляторную батарею 1,5-2 часа током в 1-2 ампера для аккумуляторной батареи емкостью 60 ампер часов. И после этого снова заряжаем, так как заряжали раньше, до усиленного газовыделения. Меряем плотность, если она выросла, делаем это еще раз. И так пока не достигнем максимальной плотности электролита. Таким образом пробуем выбить сульфат из глубоких пор обмазок пластин. После этого имеем десульфатированную аккумуляторную батарею с электролитом плотностью в 1,1 или в 1,14 грамм на сантиметр кубичный. Последним шагом корректируем плотность электролита до нормы в зависимости от своих климатических условий. Я лично для этого сливаю электролит в отдельную тару и доливаю чистую кислоту и довожу плотность до чуть больше, чем мне нужна. А потом снова разливаю электролит по банкам. Мне так лично удобней и быстрей. Можно корректировать не сливая в каждой банке индивидуально. Никто не запрещает. Буду показывать как делаю я. Доливаю кислоту в электролит и ни в коем случае не наоборот, чтобы не остаться без глаз. Осторожно по чуть-чуть перемешивая, он будет нагреваться при этом. Поэтому с этим делом нужно быть осторожным. Для чего нужно делать плотность электролита чуть выше нормы. Потому что при заливке в банке он смешается с электролитом, который остался в пластинах и его общая плотность немножко упадет. Допустим, если я хочу плотность 1.28, то развожу электролит до плотности 1.3. После всех процедур, так как аккумуляторная батарея забрызгана электролитом у вас будет неизбежно, отправляем его в мойку. Закрываем пробки плотно и моем теплой водой. Кислота чудесно растворяется водой и будем иметь чистую аккумуляторную батарею. После этого останется ее только вытереть насухо и клиент уже готов к использованию. Можно испытать его на емкость. Я лично этого никогда не делаю, по машине это сразу будет видно, как у нас получилось. Но если кто будет испытывать, то при восстановлении аккумуляторной батареи до емкости 80% от номинальной, результат можно считать исключительно чудесным. В общем, делаю я вот так, как рассказал, это как правило приносит хороший результат, один из лучших, это один из лучших методов. Пользуйтесь кому нужно, не забывайте подписываться и помните, что возможно подписка на этот канал снижает уровень сульфатации вашей аккумуляторной батареи до половины. И не верьте тем, кто говорит, что это сделать нельзя. Вот вам живой пример. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...